Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают Многие знакомые лица. Шувалов, Пузовлёв, Тимакова, Сорогин, который занимался чемпионатом мира по футболу. Но почему они вместе? Почему вообще такой подбор? А вот главная тема этого выпуска. Путин и Лукашенко. В эту субботу их третья за месяц встречи. С чем Россия и Беларусь войдут в Новый год? И ближе к вечеру большой президентский хоккей. С кем там был Путин? Откуда только открывается такой вид на Москву, что накануне происходило на встрече президента и бизнеса? Но вы же, наверное, слышали такие оценки, что это, своего рода, барщина, обруб для частного бизнеса. Да, я слышал такие оценки, но смысл, может быть, это мне преподнесли не совсем верно. Какой Игорь Шувалов возглавил теперь вроде бы и госучреждение в Москве, где больше нет советских кабинетов, а идет общий мозговой штурм. С новым главой ВЭБа заглядываем к его новым подчиненным, чем, например, занимается теперь Наталья Тимакова. И что всей стране, в том числе малым городам, применить из опыта проведения чемпионата мира по футболу? Чем теперь именно в ВЭБе будет заниматься глава его оргкомитета? Последний прокурор Нюрнберга, Бену Ференсу, 99 лет. Как он до сих пор занимается спортом и главное, что и в 21 веке призывает не забывать о суде над нацистскими преступниками. От кого сегодня мы слышим такое, за что тогда судили? Вы поможете мне спасти мир? И как сегодня мир в Сирии спасали главы оборонных и внешнеполитических ведомств России и Турции? Совершенно новый способ быстро путешествовать по Крыму. Сегодня открыта новая дорога и продолжение нашего путешествия по Балканам, по заснеженной Боснии и по Средиземноморской Герцеговине. Когда там со старого моста прыгают в реку, то какая глубина? И как боснийские яблоки заменили нам польские, а мы и не заметили. И новогодняя столица всей России Тула, откуда дети собираются на главную новогоднюю елку страны в Москве. Чему дети могут научить взрослых? Новый город! Но сначала неожиданные новости из Санкт-Петербурга. Настоящая сенсация в мире шахмат. А именно, всего-то 22-летний россиянин Даниил Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам, оставив позади самых именитых мировых гроссмейстеров. Из Петербурга наш Сапкор Дмитрий Пищухин. Он сегодня не спал всю ночь. Нет, не праздновал. Разбирал итоги турнира. Новый чемпион мира по быстрым шахматам.